Михаил Иванович, Вы прокомментируете сессию сегодняшнего дня? Вы знаете, мне сложно комментировать, потому что я не все доклады прослушал, к сожалению. Но то, что я услышал, производит впечатление очень приятное на самом деле. Единственное, я хотел бы сказать, вот Александр Александрович Чернямский сказал, что погружной Настамоз не погружной. На самом деле он погружной, потому что погружается в сервозный цилиндр. И вообще проблема Настамоза, собственно говоря, решена уже сегодня. Проблемы недостаточности не существует, проблемы лего рефлексов не существует, правила структур не существует. Поэтому усложнение техники операции в виде вставок и объяснение, что недостаточно Настамоза инвагенционного, потому что он с желудком соединяется, оно не удовлетворяет, просто само Настамоз порочный инвагенционный. Об этом много раз писалось. Технические проблемы, в принципе, решены. Вот что касается работы, которая посвящена эмбриологии, интересная работа. Насколько я понимаю, молодой Карачун делал доклад, да? Следующее поколение. Ну, в общем-то, вся лимфодиссекция основана на знаниях эмбриологии. И анатомическое оперирование желудка определяется, значит, знаниями эмбриологии и расположением брюшиных листков. Важно другое, значит, какую роль имеет лимфодиссекция для прогноза? Скажем, позитивная, скажем, D2-диссекция при поражении узлов влияет как-то на прогноз или нет? Она имеет какое-то лекарственное, лечебное значение или нет? Вот в вашей работе вы показали, что при поражении некоторых уколов лимфоузлов резко меняются результаты отдалённого прослеживания. И не прозвучало значение задней артерии желудка. Вот по нашим данным, это, по сути, маркёр, сигнальный узел. Он чаще поражается при раке тела желудка, чем левая желудочная артерия. И показания спленоктомии и ревизии ворот селезёнки определяются наличием или отсутствием там лимфатических узлов. Многие хирурги за всю жизнь не видели в глаза эту заднюю артерию. Именно анатомический стиль оперирования позволяет проследить и выявить там узлы, маленькие тем более. Спленоктомия и не спленоктомия определяются не онкологическими причинами, а техническими условиями оперирования. Чаще всего из-за ранения удаляют селезёнку. Потому что изолированные поражения ворот селезёнки бывают очень редко. Как правило, если есть в воротах селезёнки узлы, они есть в бассейне селезёночной артерии, они есть в задней артерии, они есть в левожелудочной артерии. Поэтому в значительной мере клиническая интерпретация вот этих разработок по эмбрилоге, она должна быть представлена на самом деле. А в целом, конечно, уровень дискуссий был замечательный. Я благодарен моему корейскому коллеге за облегчающую демонстрацию и технику выполнения гастроктомии. Впечатляющий объём лимфодисекции выполнен с хорошими анатомическими структурами. Сколько времени эта операция продолжалась? Меньше двух часов. А сколько? Когда мы были в Корее в клинике профессора Хёнга, мы видели в его руках каждый день 4 лапароскопические гастроктомии. Полтора-два часа каждая операция. Полтора-два часа, ну это очень хороший результат, потрясающе. Я просто часто общался с эмбонскими коллегами, то в открытом исполнении она шла до 10 часов гастроктомии. Например, известный мне и хороший мой друг Кейша Моруяма лично он оперировал, я стоял у него за спиной 10 часов, чуть не упал, пока наблюдал за этим делом. Сейчас, наверное, скорости возросли, естественно. Если полтора-два часа идёт лапароскопическая гастроктомия, это впечатляющий результат на самом деле. Причём лимфодисекция произведена с очень хорошим эстетическим накалом на самом деле. Что касается всех аппаратных соединений, они, конечно, для хирурга, который всё же занимался открытой хирургией, они смотрятся как-то коряво, с моей точки зрения. Проблема рефлюкса, видимо, спасается путём отключения приводящей петли, что мы видели сейчас, иначе при этом анастомозе пища гуляла бы по пищеводу туда-сюда таким образом, что мало не показалось бы. И, конечно, роботическая хирургия развивается, безусловно. Кстати, надеюсь, что по мере совершенствованной техники она будет более совершенна и более эстетична. Но хочу сказать, что это всё-таки хирургия начальной формы рака. Для России копировать роботическую лапароскопическую гастроктомию, наверное, не очень будет правильно, владеть нужно. Но сейчас очень много говорят о мини-инвазивных операциях. Для России это рановато, потому что вспомните, что примерно 50% операций при раке желудка мы выполняем паллиативно. Результаты посмотрите и поймёте, какой процент паллиативных операций вы делаете. А есть и вынужденно паллиативные операции, при которых лапароскопический роботический хирург неприемлемо. Большие опухоли и надиссиминированные опухоли приходится делать паллиативной гастроктомией. Сегодня идеология поменялась, потому что есть шанс у некоторых пациентов на длительную ремиссию в силу определённых маркёрных особенностей, возможностей таргетной терапии у них и избежания определённых осложнений, в виде как перфорации, кровотечения, непроходимости и так далее. И сегодня, иногда при довольно распространённом процессе, что приходится выполнять паллиативную гастроктомию. А возьмите работы 90-х годов, Борис Евгеньевич Петерсон писал в работе, паллиативная гастроктомия не должна выполняться вообще. Не должна. Это в то время, когда отдалённые результаты были 15% всего. Они все почти были паллиативные. Поэтому сегодня онкохирургия развивается очень бурно и нас упрекает иногда, что у нас высокая одногодичная летальность. Сейчас она начала снижаться. Не за счёт того, что мы научились раньше являть раки, а за счёт того, что мы научились лечить четвёртую стадию. Лучше стали лечить её. Активнее начали применять хирургические комбинированные методы. И это, конечно, наши данные сегодня. Но в целом, я должен сказать, что конференция производит приятное впечатление. Я очень доволен, что явился участник этой конференции. Правда, к сожалению, огорчён, что не все доклады послушал по объективным причинам. Также хотел бы поблагодарить докладчиков с замечательными выступлениями. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...